Вот чего я никак не могу понять, почему мне приходится искать эти гигантские проекты. Ведь это не иголка в стоке сена, не мелочевка какая-то, это сотни миллиардов инвестиций. Таких проектов-то и в мире не так уж и много. Но мы свой список строящихся гигантских заводов постоянно пополняем и находим все новые и новые проекты. Но почему о них сообщают только на корпоративных сайтах компаний, которые их реализуют? Почему о них не говорят в СМИ? Итак, еще один гигантский завод, который строится сейчас в России. Таллицкий ГОК. Его стоимость 200 миллиардов рублей. Этот проект реализует компания Акрон. Акрон это один из ведущих мировых производителей сложных удобрений. Это более 11 тысяч сотрудников в 10 странах мира. Входит в десятку производителей сложных удобрений НПК в мире. Удобрения компании применяются в 65 странах мира. С их помощью выращивают не только зерновые культуры, но и цитрусовые в Бразилии и кофе в Колумбии. Заводы Акрон расположены в Великом Новгороде и Смоленской области. А фосфатное сырье компания добывает в Мурманской области. За последние 10 лет компания вложила в строительство новых предприятий в России 3,5 миллиарда долларов. Замечу, удобрения это не сырье. Это сложный высокотехнологичный продукт. Фосфатное сырье компания добывает сама на ГОК Олени Ручей в Мурманской области. А вот калийное сырье вынуждено покупать на стороне. Но в 2008 году АО Верхнекамская калийная компания ВКК, дочерняя компания ПАО Акрон, получила лицензию на разработку Таллицкого участка. Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае. Но просто месторождения мало. Недостаточно просто поднять руду на поверхность. Поэтому на месторождении строится очень сложное производство. Горно-обогатительный комбинат. Уже реализован первый этап строительства. На первом этапе построена вся необходимая инфраструктура для проходки стволов. Введена в эксплуатацию ГПП Таллицкая-1, которая будет обеспечивать электроэнергией промплощадку на этапе строительства. Произведен монтаж оборудования замораживающего комплекса и рассолопроводов для последующей прокладки шахтных стволов. Сейчас продолжается второй этап прохода вертикальных шахтных стволов. Идет подготовка к третьему этапу реализации проекта – строительству горно-обогатительного комбината. Ведется разработка рабочей документации на строительство объектов Таллицкого горно-обогатительного комплекса – ГОКО. И сопутствующей инфраструктуры. Получено финансирование от ВЭБ-РФ, Газпромбанк и Сбербанк на 1,7 миллиарда долларов. Продукт, который будет производить на новом заводе, будет использован на других заводах компании для производства высокоэффективных удобрений. Планируется создать 2300 новых рабочих мест. Самое интересное, что там же, недалеко от города Березники, ведется строительство другого гигантского завода – Усольского калийного комбината, который строит другой российский гигант – компания Еврохим. Так что жители Березников теперь еще и выбирать смогут, где работать. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч!